Привет, профессионалы и дилетанты! Вашему вниманию вторая игра в рамках Лиги Чемпионов между Атлетико Мадрид и Левел Про. Первый матч на поле Левел Про завершился со счетом 3-1 в пользу нашей команды российской Левел Про. Но и представители ЛФРМ пропустили все-таки гол на своем поле. Так что в этом смысле определенное преимущество у Атлетико, ну не то же преимущество, но определенные шансы, они в этом матче безусловно есть. Поэтому хочется верить, что наша команда, ну скажем так, сумеет задел два мяча, сохранить и возможно даже увеличить. Ну по первой игре, в принципе, на мой взгляд, вполне заслуженная победа Левел Про, они здорово играли и в общем и целом, да, не сказать, что там, что отскочили и так далее. Но испанцы показали, как они умеют играть на втором этаже, они все-таки более прямолинейный футбол предпочитают. У нашей в этом плане мне больше импонируют, они держат мяч внизу, да, смотрите, что творят и в принципе все время снаряд у них под контролем, все время игра у них под контролем. Вот это радует и сейчас уже тоже показывают, что с навесом умеют играть. Голкипер вынужден вступить в игру, ну классный удар головы. Мы сейчас еще посмотрим, как на стандартных положениях сработает команда Левел Про, но в целом первый матч в исполнении нашей команды мне понравился. Я, ну, очень хотел бы, чтобы в реально футболе у нас тоже клубы играли так, но тут Суба забивает один доль. Суба, которого закрыли в первой игре, но сейчас грамотно разыгранный угловой, чуть-чуть там в противоход от Ориуда, тоже гол такой на Тоненького, но в таких матчах по-другому не бывает. Здесь, обратите внимание, да, не успевает совсем защитник, но испанцы по старой традиции выставляют на штанге игроков, да, вот, хотя это FIFA 17 не очень хорошо работает. Хаузер классно сбрасывает центр, да, ну вот, вот, здесь я даже ошибки испанцев, да, скорее подчеркиваю. Ну вот ты поставил игрока на штангу, да, ну вот, ну а что ты им не управляешь-то? Ты встал, он даже не в воротах стоит, он стоит рядом с воротами в ауте, понимаешь? Вот эти два аутиста в воротах, да, по-другому я их не могу назвать, они для своей команды делают черное дело, в том смысле, что искусственный офсайт происходит. Тут происходит просто изнасилование, понимаешь? Я думаю, что вот что не так. Испанцы, ну, знаешь, Европа там, все-таки они на своем поле играют. И вот эти вот европейцы на глазах у судьи, понимаешь, набросился на нашего игрока и начал свое черное дело делать, кошмар. Но наши ответили, наши ответили на это изнасилование голом, так что этому ничего не осталось, как встать, понимаешь? Вот, а это там, вот что ворота встали? Что вы там делали? Я не знаю, но толку от того, что там своих игроков ворота поставили, нет. И наши на гол, которые пропустили на своем поле, уже ответили. Сейчас испанцам надо забивать три мяча, чтобы переводить встречу в дополнительное время. Естественно, они обозлились, идут вперед, делают забросы, да. Но все-таки низом тоже классно играют. Леом входит в штрафную. Но Анмакс сейчас, конечно, немножко передержал мяч. Защитник Левел Про стоило скорее что-то предпринимать, да, потому что повезло, что к воротарю отскочил мяч в этой ситуации, а не к сопернику. А могло быть всякое. Но сейчас испанцы атакуют, чувствуют они себя достаточно уверенно. Да, и капитан убьет. Повезло, что мяч не попал. Ну, уродцы, конечно, вырождецы. Судя по лицам, да, этих испанских игроков, там, с генофондом не все в порядке, видимо. И с головой тоже. С виду, с бела дня начать насиловать человека. Ну, только от человека с таким лицом такого можно ждать. Ну, наши, смотри, красавцы. Красавцы, смотришь, да. Загорелые, красивые черты лица. Да, тут даже с эстетической точки зрения приятно смотреть. А у этих, я не знаю, как будто каток на лицах развернулся, да, проехал, еще асфальт попутно положил. Ну, вот, и сейчас эспансы атакуют. Ну, молодец Евангелос. Помог обороне. Грамотно исполнил функцию полузащитника. Да, не только в атаке бегать, но еще и в обороне помогать. Видишь, что Евангелос творит? Красавец! Вот когда красавец, тогда красавец. Он еще и пас граба отдал. Когда Посейдон там немножко завозился. Ну, он свою ошибку тоже исправил, отработал. Ну, вот опять, Посейдон очень торопится. В этом моменте, да, это видно. Что вот он, ну, здесь вот ты доборолся, да, ну вот, отдай сюда, отдай сюда. Не надо ничего придумывать. Сразу атаку разгонять здесь не имело смысла. Почему? Потому что игроки, видишь, не готовы. Даже если бы этот пас прошел, там быстрой атаки бы не получилось. Плюс эти готовы обороняться, они, видишь, они не вперед бегут, они готовы обороняться. То есть их не получится подловить на встречных курсах. Ну, вот что проблема, да. И я отмечаю, вот это у испанцев, они не допускают такой ошибки, как у нас, по крайней мере, в матчах ЛФРМ во многих. Да, еще не перехватили мяч, да, уже все бегут в атаку. Но эти нет, наоборот, они четко выжидают момент, когда кто-то, ох, когда кто-то мяч получит, только тогда они бегут в атаку. Они не бегут в атаку раньше времени, они всегда готовы обороняться. Поэтому очень сложно испанскую команду подловить, подловить на, скажем так, кортер-атаке. Они в этом плане, в этом плане и быстро перестраиваются. Да, вот, смотри, шанс. Шанс у испанцев, ну, это сейчас пас был. Никуда. Ну, их очень сложно подлавливать. Я уже в этом говорил только в позиционном нападении. Ребята из Левел Про их там раскатывают. А вот, что касается, что касается такого более планомерного, ну, вернее, наоборот, более, вот, видишь, какой-то атака. Да, ее просто не было. Испанцы были к ней готовы. Они очень хорошо в этом плане обороняются, да, и они вот как только высоты, да, вот отняли мяч, никто вперед еще не бежит. Вот только когда он получил мяч, да, тогда они побежали. И то не все. Вот что такое переход. Вот, смотри, как переходит из обороны в атаку, да. И здесь очень повезло нашим, что они не пропускают. Потому что вот это, вот это, видишь, как атакующие игроки всегда готовы атаковать, а обороняющиеся игроки не бегут сломя голову. Это я к нашим многим горю, которые там еще не к Левел Про, безусловно, а к командам более низкого класса из ЛФРМ. Они тоже наверняка этот разбор посмотрят, обратят внимание, да. Ну, надо, надо такие разборы смотреть всем, особенно более слабым командам, да, которые на этот уровень еще не вышли. Но на этот уровень надо ориентироваться. На уровень, вот, Атлетика, Левел Про, как они играют, да, ты же видишь, как они играют. Это совсем другой футбол, не тот, который мы видим в обычном матче ЛФРМ, да, здесь все на тоненького. В этой игре, конечно, нашим повезло чуть больше, чем испанцам, это стоит заметить, да. Ну, вот наши, как только получают мяч, да, и начинают катать, вот тут уже у испанцев многое не получается, да. У нас вот эти посып-касания, когда проходят, это очень здорово. Ну, вот, выход испанцев, молодец, анимал яс, помешал, и вот здесь он еще раз заблокировал и хауза. Видишь, какая коллективная оборона, никто не стоит, понимаешь, да, никто не стоит, все играют, все пытаются защитить ворота. Вот это уровень. Вот, когда такое видишь, да, и смотришь, то удовольствие получаешь колоссальное от футбола, команда играет как команда. Хотя испанцы явно атакуют, яростно, вернее, атакуют, они нацелены на то, чтобы отыграться. Дальние удары все блокируются, самоотверженно играет оборона, левел про в этой ситуации, да, и смотри, какой прессинг сумасшедший. Они не дают ничего испанцам, в принципе, в центре поля сделать. Испанцы проходят лишь за счет дальних передач и за счет игры в воздухе своей. В воздухе они очень хороши, они выиграют практически все единоборства, да, поэтому играют вверхом очень уверенно, да, и даже вот этот судья, похожий на молодого Стаса Михайлова, слава богу, я его не видел в те годы, да, вот, но я думаю, что выглядел он примерно так. И, ну да, в принципе, в принципе, очень высоты. Здесь тоже испанцы выиграли. Ну, правда, мяч у наших остался, и они быстро, быстро, быстро в касании игру, когда показывают, вот такую, да, а эти вообще в шоке там стоят. Посейдон, удар ближний, нормально, ну, то, что так происходит, да, это говорит о том, что, ну, испанцы тоже, кстати, бросаются под мяч. Они тоже не намерены проигрывать, игра очень равная, игра сильных команд, сильных соперников. Видно это по уровню сложности технико-тактических приемов, которые делают и наши, и испанцы, да, вот. Ну, и, в принципе, первый тайм, да, обрати внимание на процент пасов, обрати внимание, 77% утих-утих. Учитывая уровень соперников, да, это хорошие показатели, да, четверки, но это четверки, именно твердые, да, как говорится, твердые четверки. Это гораздо лучше, чем, там, знаешь, иметь 85% со слабой командой, да, выходить на сильную, там, на 50 играть. То есть, вот, Левел Про в этом отношении свой уровень показывает, ну, и испанцы тоже, играющие забросами, у них многое проходит, многое получается. И вот этот процент, это лишнее тому доказательство. Смотрим уже фрагменты второго тайма. Ну, Левел Про, главное, сохранять спокойствие, да, главное, не проваливаться в защите, в плане того, что, ну, увлекаться атакой тоже слишком не стоит. Но, вот сейчас важное единоборство выигрывает Посейдон, Евангелос, Тодикиньо, Посейдон, здорово. Лавандези выкатывает, ох, Абелдас, классно, мощно, вот это форвард, понимаешь? Ну, вернее, Абелдас не совсем, насколько я понимаю, функцию форварда выполняет. Ну, в этой ситуации, как он мощно прошел, да, вот так вот и должен играть нападающий. Смотри, да, Посейдон навязал борьбу Луки, там непонятно, кто первый до мяча добрался, но важно, что мяч у наших остался. Евангелос в итоге, что делает, смотри, пас, дальше Диакиньо, пас, через Посейдона в касание, оборона путается, смотри, они вот здесь вот уже их запутали. Резонанс пошел и забегание идет одновременно, смотри, вот, дальше, а этот, этот вот лысый, да, он остался не удел, он не понимает, куда ему бежать. Там вроде закрывает, тут тоже, ну, вот этому парню следовало быстрее, конечно, перемещаться к Абелдасу. Абелдасу, но в итоге Лавандезе шикарную передачу дает, по силе идеальную, и Абелдас получает этот мяч, его прессуют, его прессуют, но он все равно выживает, да, в этом прессинге, не дает лысому до мяча добраться. Хотя лысый здесь мог бы в подкате сыграть, да, и выбить, но не хватило, видимо, смелости, потому что, знаешь, тут подкат должен быть идеальный. И в итоге лысый в воде и блокирует этот удар, но ему между ног Абелдас успевает пробить ближний угол, ну, такой мощный удар, тут к кварталю нет претензий, но здесь наши ребята, да, сыграли вот на этом пределе, на этом пределе, и забили этот гол на пределе, находясь, вот, и защита соперника тоже, ну, в принципе, она ошиблась, но ошиблась не грубо, и, знаешь как, это на тоненький момент. То есть, действительно, сильная команда, она вот из таких моментов максимум выжимает, и сейчас Левел Про это показали, классный удар и классный момент в целом. То есть, как вот они играют в атаке, вы посмотрите просто, да, как сильные команды играют в атаке. Нет финтов, вот, вот, вот финты, да, вот эти вот финты, покажите мне, где здесь финты были. Пасы, пасы, все за счет паса, никаких лишних движений, никаких финтов, понимаешь, ненужных, никчемных. Я смотрю на матчи слабых команд, да, ЛФРМ, и я, знаешь, руку от лица не убираю от количества финтов. Че вы финтите-то, вы посмотрите, как играют профессионалы настоящие. Тут финтов нет, они в пас играют, они в пас играют. Они, ну, видишь, вот он использовал финт, да, в итоге мяч потерял. И че, че вы этот финт используете? Это все довольно бесполезно. Пас доказывает свою эффективность, да, финт это не более чем, ну, самоутверждение, что ли, да, показать, что, а вот я могу вот так-то, так-то. Я не говорил, что полностью надо от финтов отказываться. Нужна грамотная, грамотная, скажем так, комбинация пасов и обводки. Все время идти в обводку, это тоже не выход, да, если от тебя обводку ждут. Обводку надо применять, когда от тебя ее не ждут. Вот в этом настоящее искусство, да, и зачастую, зачастую, ну, обводка, она замедляет атаку. Когда можно пройти за счет паса, лучше проходить за счет паса. Обводка, ну, это тоже, знаешь, как, если умеешь обводить, да, можно ее применить. Вот сейчас Лавандези, да, он сыграл в обводку, но он не придумывал каких-то там рулеток, непонятных финтов. Он все сделал, он сделал эффективное движение, да, чтобы обострить. И все. Евангела здорово на штрафной, смотрите, они все за счет паса, они все за счет паса делают. И сейчас был удар еще опасный, могли забить Левелпро и третий мяч. Ну, они действительно сейчас лучше выглядят, чем испанцы, и, в принципе, ну, это заслужено. Ну, в принципе, мне сейчас уже понятно, что Атлетика не удалось реализовать свои моменты, да, и, скорее всего, Левелпро уже в этом баче не конкуренцией. Ну, и по уровню игры тоже Левелпро такие моменты создает, что просто страшно за испанцев. Вот, и сейчас вот если бы побыстрее решили, что с мячом делать, могли бы и третий закатить. А так, ну, видно превосходство наших, испанцы уже большими силами атакуют. Ну, вот, Анмакс классно отработал в обороне, Леом подает, и здесь Анимал Ярс играет головой. Видишь, в принципе, я еще раз говорю, да, достаточно уверен, достаточно спокойно играют. Да, ошибки в обороне у наших тоже возникают, но на таком уровне они неизбежны. FIFA 18 явный перекос, я уже говорил, в сторону атаки, атакующих действий, поэтому здесь, ну, отыграть без ошибок в обороне, это практически нереально. Но, при этом, при этом, важно ставить оборону в полный тупик. Сейчас, ну, как они пасуют, как они играют, и вот это, слушай, ну, вот это Галешник от Дикиньо. Это, зря пропустили, такой гол надо смотреть в повторе со всех ракурсов. Смотри, быстро в касание, и удар, ну, это явно подготовленный удар против живого голкипера. Ну, тут, мне кажется, и бот бы не взял. Классно все исполнено было, и... Ну, знаешь, даже я даже мяч... О, смотрите, как он вошел, как он вошел. Ой, шикарно, от перекладины вот так. Ну, знаешь, закономерный итог, по-моему, да, третий гол, это вообще шедевр. Во все хит-параты должен попасть. Но вот это мастерство Дикиньо, да, видно, что футболист большого таланта. Ему носовой проточек пространства, да, и он может пробить. Вот это индивидуальное мастерство. И при счете 2-0 в пользу своей команды, это вполне оправданно. Может быть, при счете 0-0, там надо было как-то по-другому атаку развивать. Но тут при 2-0 он получает шансы, и этот шанс использует с блеском. Ну, что тут скажешь, молодец. Игра так и завершается со счетом 3-0 в пользу Level Pro. Атлетико де Мадери дома у себя еще хуже выступает, чем в гостях. Ну, и мы видим, да, уровень. 78% и победа 3-0. Отборов 17 против 10. Даже победка, если Фифати 17 ставит отборов, то это значит, что ты действительно здорово играл в обороне. Но испанцы при этом тоже имели моменты, конечно, при должном везении они бы могли и забить. И ситуация в игре могла бы сложиться по-другому. Но все-таки я думаю, что наша команда по итогам этих двух матчей выглядела посильнее. Выглядела посильнее. Вот, и поэтому по пасам мы видим, да, в этой игре. Защитники, они особо не участвуют. Ну, тот же Хаузер отметился голливуд передачей. Защитники выполняли оборонительные чисто функции в гостевой игре. Их к атакам не подключали. Но Посейдон, Лавандези, Евангелос, Сентрополя, Треугольник справился неплохо. Но у Посейдона брака было много в этой игре. Потому что мы эти ошибки все видели. И на дриблинге много потерь. Вот. Но и Суба забил, и Абелдос забил, и Дикини забил. То есть все форварды отметились голами. Понимаешь, да? И плюс команда еще голов не пропустила. А что вот это говорит? Ну, говорит о том, что план на игру они реализовали, да, план на игру. И, в принципе, вполне заслуженно, вполне заслуженно победили. Ну, на мой взгляд, да. Теперь испанцев смотрим. Ну, у них, в принципе, то же самое, что мы видели в первой игре. Капо, Джави, Яви. Самые активные в составе, да. Но, в целом, за счет, из-за того, что они играют забросами, да, вот эти защитники много забрасывают. 6 из 8, 6 из 8, 6 из 8, да. Вот. У них меньше пасов, меньше технико-тактических действий. У них рисунок игры по-другому строится. Но такой рисунок игры, который испанцы используют, да, он требует реализации хорошей. Если у них реализация плохая, да, в этом матче, да, и в первой игре тоже они шансы не очень хорошо использовали. С плохой реализацией этот рисунок игры бесполезен. И наши, используя контроль, владение, да, они наказали испанцев по полной программе. 6-1 по итогам двух матчей. Я вот жду, не дождусь, когда в реальности, да, наши клубы будут так же выступать сильно. Вот. Ну, я надеюсь, что так оно и будет когда-нибудь, дай бог дожить. Ладно, всем большое спасибо за то, что смотрели этот матч. Ставьте пальцы вверх, если разборка вам понравилась. Ну, и подписывайтесь на канал. Впереди у нас еще много всего интересного. Всем удачи и до свидания.